Нельзя недооценивать ситуацию, но и поддаваться панике – тоже не лучшее решение. По последним данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в стране составляет 57 человек на 10 тысяч населения. В случае заболевших вдвое меньше 28 человек на 10 тысяч. Тем не менее, людей, которые обращаются к медикам с характерными признаками заболевания, немало. Согласно мониторингу Управления здравоохранения, больных ОРВИ – 1602 человека, с винным гриппом 56, а пневмонией – 203. Смертельных случаев от гриппа официально не зарегистрировано. Мы не можем сеять панику среди населения, и никакой вот такой страшной, угрожающей ситуации нет. Тем более, если мы с вами выправим все и примем правильные решения, и сейчас их все качественно организуем, то у меня абсолютно уверенность, что мы поборемся с этой ситуацией. Вместе с тем, все медицинские учреждения города с начала года работают в усиленном режиме. Увеличено время обслуживания в поликлиниках. Ни один вызов скорой помощи не остается без внимания, уверяют специалисты. Также под контролем и наличие противовирусных запасов в муниципальных и частных аптеках. В настоящее время у нас заявки делаются в ежедневном режиме. Действительно, спрос повышенный. Люди предпочитают не просто уже заболев покупать, а запасаются заранее, на случай, если вдруг они заболеют, с этим связаны какие-то временные перебои в отдельных медикаментах. Чтобы побороть вирус, говорят специалисты, первое, что необходимо, это провести иммунизацию населения. А это дается медперсоналу не так легко. На сегодняшний день в городе привито около 40%. Заболевают люди, у которых нет прививок. И здравоохранение не может привить 100% на всех. Потому что насильно мы не можем сделать никакие медицинские манипуляции. И, соответственно, прививку тоже. Также врачи советуют избегать массовых мероприятий и ограничить общение с больными. Уже с понедельника в школах и детских садах на входе будут проводить контроль. Всех, у кого имеются признаки ОРВИ, отправят лечиться. ОРВИ